Я выразил причины на две группы больших. Одна большая группа — это в целом ситуация в стране, которая избрала западную либеральную модель развития. И в соответствии с этой моделью мы видим, как акценты, во-первых, переносятся с трудовых профессий на другие профессии, профессии, скажем, пятого и шестого технологических укладов. И в этом смысле сама общественная культура стимулирует молодых людей на другие совершенно ориентиры. Это ориентиры, прежде всего, городские, урбанистические. Далее — это те сектора, которые не относятся к сфере реальной экономики. Это управленцы, пиар, всевозможные менеджеры, юристы, бухгалтера и так далее. Это вот первый момент. Второй момент связан уже с стратегией, если хотите, воспитания и образования. Когда мы приняли постмодернистскую, неолиберальную модель, то на уровне государства на первый план вышла идея новых ценностей. Эти новые ценности проходят красные линии через школу, через вуз и далее через всю повседневную жизнь человека. То есть, если проще говорить, не пойман ни вор, хоть жить умей вертеться, жизнь — это джунгли, убегай или догоняй, все средства хороши, лишь бы достичь определенной цели. К сожалению, эти яды ценностные, они очень глубоко пропитали сознание молодежи. А массовая культура так называемая, она способствует закреплению стереотипов. Я даже не буду здесь вспоминать уже набившие оскомину «Дом-2» или какой-нибудь там «Камеди-клаб», которые просто высмеивают сам образ трудовой жизни. Это само собой разумеется. Но посмотрите другие фильмы, которые сейчас заполнили не только аналоговое телевидение, но и интернет, куда, как правило, обращаются за вразумлением, за информацией молодежи в возрасте от 15 до 40 лет. Посмотрите, что у нас. Посмотрите сериалы, проанализируйте. Все очень просто. Это бандиты, проститутки, жулики, мошенники, вороватые чиновники. Поэтому, когда статистика задает вопрос, кем вы хотите стать, соответственно, и следует ответ, в котором для рабочих трудовых профессий вообще нет никакого места. Теперь мы обратимся, скажем, к советскому опыту. Проанализируйте ту же самую линейку кинофильмов, документальных фильмов и так далее. Посмотрите, какой удивленный вес занимали там фильмы. Живет такой парень, большая перемена и так далее. Можно перечислять бесконечно долго. Где как раз прославлялись трудовые профессии, где человек труда возводился на самую вершину практически социальной пирамиды. Неважно, был ли он там реально. Но зарплаты, статус, почет, уважение, тогда все это было, все это было реально. Я все это жил в это время и знаю, о чем говорю. И, соответственно, произошел вот этот перелом. Что с этим переломом делать? Я думаю, что надо постепенно, если вообще мы хотим выжить как цивилизация, как Россия, и устоять в страшной конкурентной борьбе, которой нам предстоит, хватит уже лапшу вешать на уши, что мы должны воспитывать только программистов. И будущее — это дело рук, так сказать, высоколобых интеллектуалов, которые будут управлять роботами. Ничего этого не будет. Все равно надо сеять и пахать, все равно надо делать станки, надо работать у станка, надо заниматься ЖКХ, надо заниматься, извините меня, уборкой территории и так далее, и так далее. Все эти трудовые профессии должны быть возвращены в строй. Для этого надо изменить политику государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова